Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И с вами вновь программа «Бизнес-завтрак». И я, Роман Дусенко, на радио Медиаметрикс. Сегодня отличный день, среда, середина недели. И, как всегда, очень много будет полезных практических советов. Ведь цель нашей передачи, чтобы, смотря наш эфир, вы не тратили время впустую, а думали, задумывались и реально прямо брали и реализовывали кейсы тех лучших образцов, я бы сказал, эффективного управления людьми. Именно поэтому моя цель приглашать в эту студию люди интересных, которые несут в себе определенные ценности, что самое важное, практический опыт. А самое главное, за ними есть реальные кейсы управления персоналом. Ведь на самом деле, сегодня эффективность – это единственное конкурентное преимущество, о котором мы можем говорить. В этом смысле хочется привести слова одного японского менеджера, когда после войны, после Второй мировой войны, он сказал, что единственное, что осталось у японцев – это то, что под кепкой. У нас жизнь показывает, что они смогли реализовать свой умственный, энергетический потенциал, национальный потенциал, что на самом деле мешает нам это сделать – ничего. Поэтому наш потенциал огромен, страна наша самая большая, прекрасная. Поэтому в наших силах сделать нашу родину лучшим местом ведения бизнеса, существования, проживания. И так, чтобы люди, приходя с работы и уходя с работы, были счастливы. Ведь на самом деле счастливые люди живут дольше, радуются жизни, воспитывают детей в счастье. Ведь если в целом люди находятся… Вот знаете, удивительная вещь. Когда люди находятся в кругом, где чисто, они начинают вести себя по-другому. Мне даже иногда говорили о том, что люди… Недавно порассказали о Сочи, о том, что вдруг ни с того ни сего люди стали понимать, что есть другого уровня сервис. И когда там к тебе относятся на высочайшем уровне сервиса, все начинают вести себя по-другому. Но вы, пожалуйста, извините. Так давайте вокруг делать наш мир лучше. Если каждый из вас сегодня улыбнется друг другу, скажет что-то хорошее, не пройдет мимо какого-то события, которое от него зависит. Знаете, есть такое понятие «entrepreneur mind» мышления. Да, английский… Мы задействуем слова. Это прекрасно. На самом деле, опять же, возвращаясь к Японии, американцы продали лицензию на выпуск транзисторов за один доллар. Задача была поднять Японию. Так вот у нас с вами сейчас есть задача поднять нашу Россию, нашу родину. Именно поэтому мы сегодня будем говорить с Гарда в Тян о эффективности персонала. Доброе утро, Гарда. Большое спасибо, что вы откликнулись и приехали сюда в нашу студию. Доброе утро. Спасибо большое, что вы меня позвали. Наша тема сегодня очень интересная. Эмоциональное лидерство. Прежде чем, уважаемые друзья, мы перейдем к нашей теме, я бы хотел дать краткую справку о моей гости сегодня. Гуарда в Тян – это директор департамента медицинской техники компании «Оптик». «Оптек», да, компания «Карл Цейс». «Оптек», который является официальным представителем «Карл Цейс» в России. Ну, я не знаю, это секретная информация, то, что вы мне сказали утром по поводу… Нет, это уже можно сказать экс-директор департамента, да. А сейчас HR-директор. Вот, видите, Гуарда решила сосредоточиться непосредственно на людях, да. Руководитель департамента управления персоналами, MBA Гренобильской школы бизнеса, сертифицированный бизнес-коуч, модератор, член Международной федерации коучинга, преподаватель в программах… Это английский, русский слава, MRA, МГУ, да? МГУ, да. Университет управления при правительстве. Темы такие – менеджмент в медицинском бизнесе, управление персоналом и лидерством, бизнес-тренер, разработчик авторской программы лидерства. Сейчас ещё вот хочу рассказать об интересных самых публикациях и достижениях. От простой симпатии к безудержной страсти лидерства, философии счастья, ровно то, о чём мы сегодня говорили, про коучинг и не только, но и публикации, которые… И достижения, подготовка программ кадрового резерва в компании «Оптек», создание академии «Оптек», создание школы лидерства для топ-менеджмента, обучение топ-менеджеров, компаний и ещё, ещё, ещё. Но первое образование было всё-таки сугубо медицинское. Да. Как попали в управление людьми? Да, совершенно верно. Я 10 лет работала врачом, врачом-офтальмологом. В поликлинике или в больнице? В больнице, в поликлинике. По-настоящему врачом? Да, конечно. Ну, 10 лет. 10 лет, медицинский диплом, красный диплом, конечно, как бы работала. Потом, после этого мы… Ну, так получилось, что мы переехали в Москву. Мы для себя думаем одно, а получаем совершенно другое. Я хотела вообще… Моя мечта была стать хирургом, хорошим хирургом, врачом-офтальмологом. Глазным хирургом, да? Да. Ну, так получилось, что я увидела, что я немножко отдаляюсь от моей мечты и решила просто воспользоваться тем, что есть. Да, мы переехали уже в Москву. Сначала я работала в оптике, потом подумала, что я не хочу всю жизнь работать в оптике, в общем-то, уже хирургом не стану. Поэтому подумала, что, в принципе, это было между коммерцией и медициной, если уж коммерция, но тогда нормальная, серьёзная коммерция. И поэтому я, в общем-то, взяла, тогда ещё были жёлтые страницы, и позвонила в первую попавшуюся фирму и попала в компанию «Корал Цейс». Тогда был «Корал Цейс». Это прекрасный выбор, на самом деле. Да. Это же мировой бренд, один из лучших. Конечно, конечно, вот поэтому я и выбрала именно эту компанию. И, конечно, тогда, когда я пришла в компанию, я ничего не знала. Я даже есть… Это был какой год? Это был 2000 год. Тогда эта, видимо, компания была ещё наполнена иностранными менеджерами, экспатами, да? Да, да. Были экспаты, да, были экспаты. И вот я здесь хотел как раз задать вопрос. Когда вы пришли впервые в эту компанию, которая, по сути, несла отголосок вот той западной культуры, какое первое было впечатление касательно той корпоративной культуры, которая там? Что вас больше всего поразило? Ну, у нас работали, и сейчас уже работают прекрасные люди, да. Я просто чувствовала себя, знаете, ну, тогда я не знала даже такие красивые слова, как корпоративная культура, миссия, ценности. Я об этом ничего не знала. Но просто я попала в какую-то компанию, где люди очень хорошие, где люди друг друга уважают. Вот, и я себя чувствовала причастным к чему-то великому. И это было очень важно. Вот через что, как вы думаете, им удалось дать вам вот это состояние причастности к великому? И сразу параллельный вопрос. Сейчас человек, который придёт в вашу компанию, испытывает ли он это состояние? Удаётся ли вам делать то же самое теперь с новичками? Да, спасибо за прекрасный вопрос. Я наверняка отвечу на первую часть вопроса. Дело в том, что я как пришла в компанию работать, где-то через три месяца я ещё раз повторяю, что я не умела компьютером пользоваться, я не знала юридические вопросы, бухгалтерию я не поняла. Ну, я врач, да, это понятно. В общем, ничего, можно сказать. Но когда я начала уже работать и потихонечку уже вникать, буквально через три месяца меня вызывает, на мой взгляд, в тот момент вообще-то как небежитель, заместитель генерального директора была такая женщина, Катрин Штайгнер, немка. И она звонит мою по внутреннему телефону и говорит, извините, возможно, когда у вас будет время, я хотела бы с вами поговорить. Вот как раз про корпоративную культуру, да, когда тебе звонит там, чувствуя не первое лицо, второе лицо компании и так вот просто просит аудиенции, можно сказать, да. Для меня это было просто шок. Я сказала, что я сейчас даже побегу к вам, да, что мне необходимо. И когда я подошла, она сказала, что, вы знаете, сейчас мы делаем внутренние бизнес-процессы, а вы человек, который вот в этом и варитесь, можно сказать. Да вы понимаете, что к чему, откуда, как. Вы могли бы нам помочь построить бизнес-процессы? Цепочку, как вы скажете, так мы сделаем. Это войдет в платформу для создания бизнес-процессов. Вы понимаете, я оттуда вышла, как будто крылья. Да, только хотел сказать. Да, я думала, что я сейчас пойду домой и всем расскажу, моим детям, что, понимаете, вот бизнес-процессы, которые будут в компании Carl Zeiss, это мои будут разработки. И несмотря на то, что очень много было дел, я оставалась после работы, делала вот эту цепочку и буквально через три недели просто сдала, да, вот этот бизнес-процесс, которые на самом деле легли в основу платформы создания вот этой системы и структуры в компании. И вот в принципе это и есть вера в потенциал человека. Да, я сама не верила. Я думаю, что это был для моей личности такой сдвиг очень сильный, да, потому что если во мне так верят, что я могу это сделать, а я сама не знаю, я не верю в это, и вдруг тебя кто-то в кредит уже поверил, тебе, конечно, каждому человеку есть стремление доказать, что это на самом деле так. Это для меня стало таким инструментом дальнейшим тоже, для людей тоже точно так же, наделить верой потенциал для того, чтобы они сделали больше, даже чем они думали про себя. Если мы сегодня возьмем людей, которые пришли на испытательный срок и успешно его прошли, какова вероятность того, что они повторят ваши слова? Смогут ли они пережить те моменты, насколько вам удалось передать своим топ-менеджерам сегодня такое отношение к людям? Вот, да, это уже второй вопрос, да, про продолжение вашего вопроса. Да, конечно, тогда, когда компания маленькая, потому что я когда пришла в компанию, это было всего лишь 50 человек, и намного легче передаются эти ценности, да, два-три топ-менеджера с такими ценностями, и уже все понятно, да, ты передаешь. Когда компания становится огромным, большим, идет бюрократизация, очень много бизнес-процессов, структуры вообще непонятные. Конечно, очень трудно передать. Поэтому я думаю, что ответственность здесь, конечно, на топ-менеджмента. Все идет сверху. Говорят, рыба гниет с головы, ну как гниет, так и процветает с головы. Да, поэтому если же с головой все нормально, и с ценностями у топ-менеджмента нормально, то тогда у них, у замов тоже нормально. И тогда и дальше будет нормально. Поэтому моя задача как HR-директор, вот почему я и создала авторскую программу лидерства, и в принципе там про ценности, про лидера, который прежде всего сам для себя, изнутри внаружу. И как раз вот мы делаем и для кадровой резерва, и для топ-менеджмента именно вот эту программу, и я очень надеюсь, что наши новички, которые после испытательного срока, ну тоже наверняка почувствуют. Гуар, мы зашли в самую, ну для меня интересную тему, конечно, вот стратегический менеджмент. Вот мои интервью, они построены по очень определенному принципу. Принцип следующий. Так как я имею большой управленческий опыт, я для себя выработал определенные взгляды на проблемы в системе управления российских компаний. Неважно, это иностранная компания, работающая здесь, рано или поздно иностранный менеджмент замещается российскими, и если вот, как видите, я здесь себе нарисовал слово фундамента, нет, благодаря которым держатся вот эти базовые вещи, изначально которые, видимо, придумал сам основатель. То есть, в чём уникальность компании Ford? Что ценности, заложенные Генри, до сих пор проповедуются в любой стране. В компании Mercedes, у меня был здесь директор, HR-директор компании официального дилера по нафто, это значит ценности Mercedes привнесены сюда. В случае, если получается, что вот эти ценности фундаментальные от компаний, которые инсталлированы опытом и годами корпоративной культуры, вдруг начинают быть зыбкими, тогда на сцену выходит, конечно, тема личности. И нам всем известна личность в истории, когда уже, как мы говорим, что компания является продолжателем культуры человека. И куда человек захотел вправо, повернул влево, у него нет барьеров. Так вот, на мой взгляд, ценности общие, принятые в компании, и сейчас я делаю в нескольких компаниях такие пилотные проекты, где мы внедряем систему, основанную на общих ценностях. Они становятся неким таким барьером или некой границей, в рамках которой внутри свобода, но ты понимаешь, что ты должен действовать в соответствии с этими ценностями. Как вам удается со своим директором, с первым лицом транслировать эти ценности в весь персонал? Вы знаете, вот прежде чем отвечу на ваш вопрос, хочу сказать такую вещь. Часто, к сожалению, часто бывает так, что ценности, миссия это где-то написано, а компания живет своей жизнью. То есть совершенно как бы оторвана, то есть нету целостности. Как у людей бывает так, что я чувствую одно, думаю другое, а делаю совершенно, да, говорю, слежу. И часто бывает с компаниями. И, конечно, когда есть такое, это, ну, как бы больше не хочется связываться с такими компаниями. Лучше вообще не заявить, да. Это можно воспринимать как некий совет? Нет, ведь мы иногда делаем нашу программу не только для директоров, но и для людей, которые хотят стать директорами, для топ-менеджеров будущих, которые ищут работу. Если вдруг они почувствовали, что на сайте компании написано одно, они пришли на собеседование, услышали от HR-директора, их встретили по-другому, или с первым лицом они поговорили, у них произошел этот конфликт, стоит ли вообще в такую компанию идти? Вы понимаете, каждый человек делает для себя выбор. Да, если же, ну, я хочу сказать, что, к сожалению, мы сами, если начинается как бы лидерство самого себя, мы сами тоже не целостны, ну, далеко не целостны, да. Вот то, что я сказала, чувствую, думаю, говорю, совершенно разные вещи. А если же для человека ценность быть целостным, и он попадает в какую-то компанию, где видит, что миссия для себя, ценность для себя, а люди совершенно другое творят, конечно, такой человек не может долго задерживаться в этой компании, и, конечно, совет такой, что лучше бежать оттуда, даже не совет, сам человек уже всё поймёт и быстро убежит оттуда. У него будет конфликт с личных ценностей. Конечно, с самим собой, прежде всего, потому что у него ценность такая, а в компании транслируется одно, делается другое. Если же человек за собой не видит, что он не целостный, он может попасть в эту компанию и даже не обратить внимание на это. Поэтому вот так. А то, что касается вашего вопроса, как с директором и как вы транслируете, дело в том, что так как я 14 лет имею управленческого опыта именно в продажах, и поэтому можно сказать, что в моём департаменте я сама тоже решала, как согласны миссии или согласны ценностям действовать или нет, я могу рассказать такую маленькую историю, которая как раз говорит о том, что миссия одно, а ценности и другое, на самом деле, как в жизни бывает. У нас была такая ситуация, для одного из очень уважаемого научного учреждения в Москве должны были мы сделать такую большую поставку очень сложного микроскопа, который стоит миллионы. и у нас было всё, и мы уже всё договорились, то есть мы знали, что мы куда поставим, какую кафедру, всё, всё было понятно. И в какой-то момент мне звонит профессор, академик и говорит, вы знаете, Гуар, я только что выяснил, что тот микроскоп, который вы мне поставите, у него нет той насадки, для чего я делаю науку. И мне, в принципе, ваш прибор, несмотря на то, что имеет очень много других интересных опций, но та опция, которая мне необходима, нет у вас. Ну, представляете, да, вот этот проект… Это уже где контракт находится, в стадии производства? Нет, в стадии производства он бывает, когда уже всё подписано, контракт. Мы в стадии подготовки, уже последний этап, последние штрихи, уже, да, чтобы объявить конкурс и выиграть этот конкурс, потому что, в общем-то, это такой очень эксклюзивный прибор. Я, конечно, звоню в Германию, да, вот, сделайте что-нибудь, эта опция нужна. Она говорит, извините, мы за один день эту опцию не придумаем, да, это невозможно, нереально. И тут подходит ко мне менеджер и говорит, что мы будем делать, да, то есть, в принципе, у нас был рычаг, да, в том плане, что уже всё, мы на последнем… Да, и сказать, что, извините, там, вы не говорили об этом, сейчас уже поздно, и всё. А у нас в миссии написано, что мы достигаем высоких достижений через достижение наших партнёров, ну, через достижение наших заказчиков. Я сказала, давайте пойдём, почитаем миссию нашу. Вместе пошли. Вы видите, что успех наших заказчиков – это наш успех. Если мы поставим, будет себя счастливым чувствовать этот заказчик? Нет, наверняка он почувствует себя подавленным, что подавили и там сделали бизнес. А мы сделаем бизнес, а при этом поймём, что мы объявляем одно, а делаем совершенно другое. И говорит, и тогда какой вывод? Я говорю, ну, сделайте сами выводы. Ну, это был мой заместитель. Мы не поставили туда. Но я хочу сказать, что сейчас многие уже понимают, что в продажах даже нельзя этого делать, да, потому что этот заказчик в итоге, мы для него стали экспертами. Какие бы деньги у него там ни появились, он сразу же звонил и спрашивал, Гуар, вот мне нужно то-то, то-то, посоветуйте. Почему? Потому что он уже понимает, что я заради своих интересов не буду продавливать и не буду продавать. Для меня важно, чтобы он был счастлив. И таким образом мы после этого сделали много проектов. Если там потеряли миллион, можно сказать, потом заработали 3-4 миллиона. Гуар, вот вы сказали основополагающий принцип системы управления, основанной на общих ценностях, когда ценности становятся единственным правилом и законом в отношении себя, коллег, клиентов, акционеров и других заинтересованных сторон. Именно вот решение вот этих пяти моментов и могут решать ценности. Знаете, ну, если бы мы были в закрытом мужском коллективе, я бы сказал другую фразу, что нужно иметь, чтобы придерживаться этих правил. Но так как вы очень интеллигентная женщина, я не могу себе это позволить, но я скажу по-другому. Какими чертами характера должен обладать владелец компании, который делегировал вам право в этой ситуации принять решение, основанное на стратегии, а не на, по большому счёту, корыстных интересах компании? Где найти себе силы в случае конфликта обращаться к ценностям, к стратегии, к миссии, а не так, чтобы это было просто написано и на бумаге слова? — Ну, вы знаете, я думаю, что в любых взаимоотношениях необходимо просто завоёвывать доверие какое-то. И поэтому, конечно, если бы, допустим, я была в начале моей пути карьерной, когда только что я стала директором, наверняка вот этой истории бы не было. Почему? Потому что я бы десять раз подумала, может быть, пошла бы посоветоваться, может быть, и тот совет бы получил. Но, исходя из того, что уже я работала долго в компании и была успешной, у меня каждый год я перевыполняю план, несмотря на то, что там кризис, не кризис, это меня вообще не касается никак. Поэтому, может быть, это уже было такой кредит доверия, что если Гуар так думает, значит, так и нужно. И даже я, можно сказать, я даже не посоветовалась, я просто взяла и сделала, потому что… — А сегодня это компания российская Аптек, да? — Да. — Не иностранная? — Нет. — Но вы представляете… — Это сегодня, это компания держателями, да, это голландская компания, которая имеет дочку здесь, это называется Аптек, мы отвечаем за Россию и страны СНГ. И да. — Вот на вашем сайте написано, помимо клиентов, я не стал их выписывать, но мне очень понравилось касательно сотрудников, что наш успех, успех компании, это результат синергии таланта и опыта наших сотрудников в сочетании с представляемый социологичным оборудованием, творчество, взаимное уважение и партнерство внутри компании, основной принцип нашей работы и гарантия успеха. Что происходит, если генеральный директор или еще какой-то топ-менеджер вдруг начинает вести себя в разрезе с этими ценностями? Как вы реагируете на это? Как человеку, не обижая его, наоборот, рассказать, что это не соответствует нашим ценностям, давай найдем другое решение? Вы прекрасный пример привели из своего прошлого, но в соотношении с другими руководителями бывают такие моменты? Вы знаете, я думаю, что вообще принцип действует подобное, притягивает подобное, да. Я вообще тоже как бизнес-консультант часто меня приглашают в разные компании, даже с порога я уже знаю, какие здесь ценности. Ну, вы тоже наверняка, потому что у вас тоже огромный опыт. Как вас встретили, как к вам отнеслись, как к вам поздоровались. Даже знаете, что это какая-то некая энергия, которой просто не видно. Абсолютно. Ты ее чувствуешь. Ты понимаешь здесь, как вообще к людям относятся, как к ценностям относятся, какие у них вообще ценности, есть ли они или вообще нет. Поэтому, честно говоря, такого не было у нас в практике, что у нас, ну, конечно, споры есть, дискуссии есть. Но всегда критерием принятия являются ваши ценности. Ну, ценности, да, ну, я не могу сказать, да, у каждого своего. Нет, нет, в общие как бы стратегии. Да, конечно, в общие, да, вот те люди, которые работают в топ-менеджменте, они имеют эти ценности, они делят, они единомышленники. Поэтому, как бы, я, конечно, не вникаю в их уже стратегию внутри их департамента, но я точно знаю, что они придерживаются и делают так, как нужно. Спасибо вам большое. Буквально за несколько минут до нашего эфира мы с вами коснулись темы внутреннего мира человека. Ведь на самом деле сегодня менеджмент все больше и больше похож на науку о психологии человеческого сознания. Мы переходим от понятия управления к воздействию на образ мыслей. Мы для того, чтобы сформировать модель поведения, мы идем в убеждение человека. То есть мы, по сути, становимся операторами человеческих душ в каком-то смысле. Ну, в прямом смысле слова, потому что уже люди, и все развивается на таком уровне, что просто распоряжение «иди, сделай, потому что я так решил», оно не работает. Мы с вами объявили тему «эмоциональное лидерство». И вы уже сказали, что лидерство идет изнутри, самолидерство. Я считаю, что это абсолютный вызов сегодняшнего времени. Человек должен быть самолидером. Давайте немного прикрутим сюда вот тему эмоциональности. Что, почему, вот интересно, когда вы мне прислали информацию о вашей программе, мне очень понравилось, что здесь вы рассказали о том, какие эмоции может испытать человек, что он получит импульс к своему развитию, то есть еще раз сможет внутрь себя заглянуть. Как это сделать на рабочем месте? Как руководителю, смотрящему сейчас нашу программу, используя понимание вот этого эмоционального лидерства, стать более эффективным? Да, на самом деле, знаете, вот такой эмоциональный интеллект, который на первый взгляд совершенно логичный. Где интеллект, где эмоции. Особенно для мужчин. Мужчины вообще не понимают, что такое эмоциональный интеллект. Ну, не все. Да, но в том плане, что эмоции, эмоциональность это, в общем-то, конек женщин, пожалуйста, эмоционируйте сколько вам угодно. Но на самом деле эмоциональный интеллект, по исследованиям Голлмана, который очень много посвятил именно решению развития вот этого эмоционального интеллекта, он сказал, что чем больше поднимается руководитель по карьерной лестнице, тем больше становится важным эмоциональный интеллект и менее важным IQ. Ну, и соотношение где-то должно быть 85 на 15. 15% для успешного руководства, 15% IQ, а 85% EQ. Почему? Объясню. Потому что если человек уже попал в топ-менеджмент, если попал в эту компанию, он уже с IQ наверняка не имеет проблемы, правильно? Потому что он имеет какое-то образование, он имеет какой-то опыт, и поэтому даже не ставится этот вопрос. Раньше как было, даже я сама тоже проходила тесты IQ, да, какой вот, но сейчас уже понимают, что в этом нет необходимости. Там, как я решаю математические задачи, я могу вообще эти задачи в практике не увидеть, и мне это не надо. Но другой вопрос. Я могу иметь 10 образований, там, Кембридж, Гарвард, хоть что угодно, но при этом, если я не умею коммуницировать, если я не умею уважать, если я не умею доверять, если я не умею взаимодействовать, вдохновлять, мотивировать, вести за собой, то тогда мои 10 образований кому они нужны? Мои IQ, которые у меня зашкаливают, а я хожу по потолку, не понимаю людей. Поэтому, ну вот, было такое вот, наконец-то обратили на это внимание и внесли эмоциональный интеллект. А эмоциональный интеллект – это понять свои эмоции, прежде всего. Идентифицировать. Да, воспринимать, да, понимать связь между мыслительными процессами и эмоциями, потому что эмоции просто так не приходят. Перед эмоциями есть автоматические мысли, которые запускаются от наших базовых установок. Нет, реакция – это уже эмоция. Сначала мысли, да, меня здесь не любят, а потом, может быть, уже там разочарование, допустим, или там… Вот. Поэтому понять эту взаимосвязь… Я в моей программе по эмоциональному интеллекту, как раз вы, когда мы с вами переписывались в Фейсбуке, я закончила только что тренинг двудневного эмоционального интеллекта, потому что всё свежо. Осознать свои эмоции, откуда это идёт, и дальше уже управлять эмоциями, вот, и понимая свои эмоции, ты можешь уже и взаимодействовать с другими людьми. Давайте попробуем склеить это с лидерством. С лидерством. Это, понимаете, лидерство для меня… Эмоциональный интеллект – один из, ну, важных моментов для лидерства, но лидерство намного шире, совершенно правильно вы раскрываете эту тему. Для меня лидерство – это осознанность. Осознанность, и прежде всего осознанность своих чувств, установок. Буквально какое-нибудь там одно-два упражнения, которые сейчас каждый может, менеджер сказать, а насколько у меня развита эта осознанность, что нужно сделать человеку, чтобы почувствовать это? Да, вы знаете, я вам скажу, что я сама была удивлена, когда первый раз я вышла с лекциями про осознанное лидерство. У меня первые благодарные слушатели, я до сих пор их помню, это Академия Сечнева в программе MBA, я рассказала про осознанное лидерство и задала задание. Я думала, что это легко наверняка. Попросила, там у меня в основном, как назло, в этот день было очень много военных врачей, главных врачей, подполковники, полковники. Я им дала листочек и написала, пять минут напишите, кто я. И знаете, что вот кто-то написал на двух листах автобиографию, там родился где-то там, закончил в школу, вырос в семье, да, да, закончил в школу, потом образование. Говорю, нет, не про это. Кто-то вообще в ступор, да, и а что мне делать с этим? Мне есть легче задание, я не могу это писать. Ну, сколько вам лет? Ну, около 50. Но 50 лет вы не знаете, кто у вас живёт там внутри, кто вы, какие ваши ценности, куда вы стремитесь, чего вы хотите. Нет. Да. И для меня это было, конечно, открытие. Открытие, что человек может просто прожить всю жизнь, так и не познакомиться с самим собой. Да, почему? Потому что вся наша энергия уходит на нашу маску. То есть неважно там, кто сидит. Я хочу цитировать слова Германа Гесса, это такой философ, историк немецкий, который очень, я не могу как бы точности передать, но смысл могу передать, что разве это не дикость? Мы знаем, если что-то там в капоте там задымит, мы знаем все там какие-то истории каких-то дурацких королей, там какие-то там, но при этом мы не знаем сами себя. Если же там что-то случится, какая-то пружинка там не заработает, мало не покажется. Отлично. Вот первое упражнение написать, кто я. Да. И это сразу лёгкий тест. Что делать дальше? Вот написал это упражнение, как бы вот мы сейчас к лидерам обращаемся, которые могут это сделать. Что им дальше делать с этим упражнением? Ну, понимать, ну, во-первых, это очень сложно, да, вот я могу просто дать такой совет, что если же кто я, просто писать очень трудно будет, но тогда сначала опишите свою жену, мужа, соседа, да, а потом поймёте я, о чём говорю, когда я говорю, кто я. Это раз. Для того, чтобы разбираться с ценностями, такой совет. Можно вспомнить такого человека, который в вашу жизнь имеет какой-то вклад большой и кого вы очень уважаете. Через людей, да? Да. И можно просто написать, какими качествами этот человек обладает. Написав эти качества, вы, в принципе, пишете про себя. Это ваши ценности. То есть это то, к чему вы стремитесь. Да. Следующий момент, который для лидерства очень важен, это ответственность. Это ответственность за… Как воспитать в себе ответственность? Ну, во-первых, надо начинать с того, что ответственность… Ну, многие хотят быть ответственными за команду, но при этом не хотят быть ответственными за того человека, которого видят каждый день в зеркало. Если же ты не можешь отвечать за этого человека, который самый любимый, в принципе, да, ты не можешь уже отвечать за… Самоответственность. Как её развивать? Вот какое-нибудь базовое упражнение. А вы знаете, не базовое упражнение, но просто здесь надо либо принимать, либо нет. Либо я жертва обстоятельств, либо я создаю свою жизнь. Мне в этом смысле нравится, знаете, вот когда понятно, что сейчас происходит очень много ситуаций, да, и либо ты администратор изменений, да. Ну, то есть, в принципе, есть два варианта. Либо жизнь на тебе ездит, либо ты на жизни, да. Да, да. Администратор изменений, когда ты подстроился под жизнь и увертываешься от удара. А есть другие, инициатор изменений, который, используя изменения в своих интересах, вновь и вновь открывает для себя новые двери. Вот идентифицировав себя, понятно, и вдруг человек понимает, да, я вот администратор, мне вот всё так вот, я представляю, но я бы хотел. Что ему сделать, чтобы как перейти на другой качественный уровень? Вы понимаете, дело в том, что надо начиняться с того, что если же человек хочет, всё, считайте, что с этого момента начинается. Первое – это принять внутри решение, что я хочу. Я хочу быть ответственным за свою жизнь. Вот, допустим, вот я сегодня у вас нахожусь в вашей программе. Вы думаете, вы меня пригласили? Так сложилось обстоятельство. Но я хочу сказать, что какое-то время назад, где-то два месяца назад, я просто захотела быть у вас. Прекрасно. Передача. Я вас нашла, дала подружить, и вдруг мне вот на блюдочке пришло. Вот это о том, что я хозяин моей жизни. Я хочу. Потому что в каждой из нас есть творец. И если же я хочу, уже Вселенная всё будет делать для того, чтобы вам отдать. Но для этого, вы правильно говорите, надо начинать с того, что я хочу… Идентифицировать это всё. …хочу быть ответственным за свою жизнь. Очень интересно. И, уважаемые коллеги, если кто-то хочет попасть к нам в передачу, пожалуйста, изъявляйте свои желания открытые. Мы сформируем заранее расписание, чтобы не было форс-мажоров. И я ещё раз хочу сказать, что я приглашаю в свою программу интересных HR-директоров, собственных, генеральных директоров, для того, чтобы мы с вами обсудили важнейшее для нашего момента развития нашей страны понимание эффективности. Я буквально хочу вам поделиться, вернее, спросить ваше мнение. Вы сказали, что большая часть энергии человека на работе уходит в поддержание маски. Есть такое понятие «осознанное развитие», организация осознанного развития – это новый тренд в области управления персоналом и построения корпоративной культуры. В чём смысл? Смысл, пример, в следующем – мы понимаем, что 50% времени человек скрывает свои недостатки. Он старается быть тем, кем мы хотим его видеть. И получается, мы платим ему двойную зарплату, а работает у нас с вами лишь половина. Тогда компании решили следующее – мы принимаем вас таким, какой вы есть. Не надо скрывать свои недостатки. Покажите нам их, и мы вместе в рамках индивидуальных проектов поможем вам развить их в достоинство, поднять их на тот уровень и одновременно. То есть, вместо того, чтобы скрывать, что у меня что-то не получается, наоборот, откройся. Соответственно, тогда и энергия пойдёт уже в правильном направлении. Вот принятие человека таким, какой он есть, помощь в развитии его личных каких-то качеств, личные индивидуальные проекты на работе. Как вы к этому относитесь? Ну, это, конечно, то, что есть такой тренд, это очень радует. Но хочу сказать, что можно создать эту атмосферу, это прекрасно, но пока человек сам себя не разрешит увидеть свои проблемы. Ведь разрешение может только тогда, когда безопасно. Помните знаменитого нашего семейного психолога Владимира Козлова? Я не помню, не Владимир. Ну, в общем, я точно помню, что его фамилия Козлов. Он говорит, ты можешь открываться человеку только тогда, когда ты чувствуешь безопасность. Ну, если ты один раз открылся, а тебе взяли, потом в этот тебя кинули, ты в следующий раз никогда не откроешься. Так вот, задача создания компании – открыть возможность, чтобы человек почувствовал безопасно. То есть, ему не стыдно бы сказать, а я это на самом деле не умею. И это не значит, что его выгонят наоборот. О, отлично, смотри, вот у нас есть курс, пожалуйста, занимайся. Я говорю, что я разделяю, я очень рада, что на самом деле есть такие тренды. Это вообще говорит о том, что человечество вообще делает качественный рывок на новое, выходит на новые уровни развития своего. Но опять-таки хочу сказать, так как я недавно закончила психологию тоже, институт психоанализа, я уже понимаю глубоко, что может быть с человеком. Если у человека есть внутри страхи детства или это просто его характер, он боится раскрываться. Но, конечно, внешняя среда может помочь каким-то образом, чуть-чуть хотя бы раскрыть. Но всё-таки это внутренние изменения, которые сам человек должен подписаться под этим. Отлично. Вот в этом вопросе мне хочется задать вам ещё один вопрос. Мы говорим об эмоциональном лидерстве. И вы, в том числе, вот прямо у меня открыто видите, какая красивая картинка, где вы сертифицированный член Международной ассоциации коучинга ICF. Коучинг превратился в модное, новомодное течение. Но при всем плюсям, безусловно, да, есть некие минусы, о которых мы поговорили. Я не хочу сейчас об этом, я бы хотел о другом. В общем, когда человек внутри, при создании атмосферы безопасности, готов раскрыться, как менеджеров, простых наших миддл-менеджментов, руководителей, научить использовать приёмы коучинга в обратной связи? Как сделать так, чтобы они поняли, что их основная задача – развитие их подчинённых, людей? Ведь в большинстве случаев, когда я спрашиваю на тренингах руководителей, вы кто? Они начнут, я безопасник, я айтишник. Нет, ты руководитель. Вот как вы, профессиональный коуч, донести инструменты коучинга? Ведь они помогают? Конечно. То есть, если мы можем научить, если, ну, давайте по-другому задам вопрос. Коммерциализация коучинга достигла невыданных размеров. И сегодня за 16 дней ты получаешь международный диплом коучинга. Прекрасно. Пусть люди идут на рынок, пусть рынок определит, кто покупает, а кто нет. Как вот эту технологию внедрить в компании? Чтобы руководители. Чтобы руководители, понимая, что он, нормальный руководитель осознает, что выполнение плана компании зависит от его подчинённых. Как ему додать эту технологию, чтобы он с помощью инструментов коучинга помог человеку раскрыться, помог развиться, помог сделать так, чтобы он всю энергию, которую у него есть, реализовывал в профессиональную сторону. Вот, Роман, я вот задам как коуч, вам обратно вопрос. Как вы думаете, почему руководитель не хочет развития своих сотрудников? Боится? Конечно. Поэтому вы же и ответили на этот вопрос. Тогда поднимаемся на уровень. Да. Кто должен создать для руководителя безопасную, чтобы он раскрылся? Топ? Самый главный руководитель? Вы знаете, с одной стороны, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это всё внешняя среда. Каскадируемый коучинг. Там, генеральный директор. Но, опять-таки, очень важно изменение, которое у человека и желание человека. Как его подтолкнуть? Никак. Пока он сам. Я могу просто на своём, опять-таки, примеры сказать. Может быть, это будет интересно. Давайте. Естественно, я вот согласно этому пирамиду Маслоу, я себя тоже вижу, как я поднималась. Сначала как бы работаешь ради денег, потом через некоторое время за уважение и признание. И пока тебе признания и уважения не хватает, ты не можешь делиться этим уважением и признанием другими людьми. Ты не можешь, ты боишься. Ты боишься, что вдруг ты дашь толчок такого развития, и человек будет развиваться и будет выше, чем ты. И тогда что? Тогда кто руководитель, кто подчинённый. Поэтому это прекрасный вызов, но необходимо подниматься вместе. И тот руководитель, который уже встал выше, чем по Маслоу уважение, признание, любовь, ему уже хватает этого. Только тогда? Только тогда. Потому что вообще, если есть тоже очень интересный момент, когда мы начинаем продвижение по этому. Ну, я сначала думала, что Маслоу, он такой великий, но потом поняла, что, в принципе, это восточная философия, это наша чакра, которая есть. По сути, чакры, они повторяют пирамиду Маслоу. Конечно, они повторяют. Я потом это увидела аналогией, то есть потребности тела, потребности души, потребности разума и духа. И, в общем, смотри, где находишься. Чуть-чуть сверну буквально, потому что, как я вам говорил, что 45 минут очень долго, на самом деле они уже пролетели фактически, да. Вопрос, как взять? Вот я не могу от этого успокоиться, потому что я считаю, что основа развития нашей экономики в эффективном менеджменте. Эффективный менеджмент может быть осознанный менеджмент. То есть, как менеджеров подвести, столкнуть с это состояние, даже если он этого не хочет, но чтобы вот поставить его на путь развития. Создание среды вокруг, пример первого руководства, тотальный коучинг экспертов. Вот есть какие-то инструменты, чтобы люди почувствовали, что пора двигаться вперед? Я думаю, что это, опять-таки, все внешне, это можно сделать, да, но все равно, пока человек сам не захочет, я еще раз повторю, невозможно это сделать. Но меня очень радует сейчас тенденция, что даже вот по лидерству, да, у меня есть вот тоже своя авторская программа, и лидерство есть, ну, разное, каждый смотрит со своей стороны. Но сейчас многие понимают, что кризисное время и эффективность команды очень важно. И если есть лидер, а Брайан Трейси сказал, что 50-70% лояльности к компании, это через лидера проходит. Поэтому брать такие программы, которые дают больше осознанности для каждого члена, когда все вопросы не внешний мир, а к себе. То есть подводить людей через внешние воздействия к тому, чтобы он задумался о своем внутреннем мире. И долбить его до такой степени, пока он в конце концов не задумается и не начнет меняться. Мне долбить не очень нравится, пока он не захотел. Но возвращаясь к вопросу эффективности, цель компании – зарабатывание прибыли. Мы можем подводить человека, подводить, 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 а он все не просыпается, не просыпается, не просыпается. Все, что хочу сказать, очень важно и для меня в практике, в управлении, и я считаю, что это вообще очень важный момент, сначала принять. Принять, какой он есть. Вот принятие – это и есть глоток воздуха. Вот то, что вы говорите, страхи можно убирать. Принять, какой он есть на данный момент. Это просто свобода, что да, меня принимают какой… Я, может быть, еще не принял себя, но меня уже принимают. Но это, понимаете, это искусство. Любите принимать всех людей, подчиненных. И после этого, благо через это уже, через это, уже в безопасной среде, доверительной среде, уже потихонечку сказать, что, а вот посмотри на это, а может быть, еще это надо развивать. Но при этом необходимо, чтобы топ-менеджмент был на высоком уровне и готов был развивать своих сотрудников. Гуар, я безмерно счастлив и удовлетворен нашим сегодняшним эфиром. Мне было все очень интересно. Я потом сделаю секундный вывод о том, что я все услышал. Но я хочу спросить вас лично. Вот если бы вы описали себя, вы безусловный лидер, безусловный лидер эмоциональный. Какой секрет успеха вашего лидерства? Познать себя. Познать себя, принять себя, это очень трудно. А потом совершенствовать себя. Потому что если же я не принимаю себя, вот в этом есть ловушка. Вся моя энергия уходит на то, чтобы маска была хорошая. А при этом остается нетронутым вот я. Где есть я хочу, где есть вселенская энергия. И поэтому лидерство для меня – это изнутри наружу. Познакомиться с собой. Сказали, что познай себя и познаешь весь мир. Это же космос. И потом уже принять себя тоже очень трудно, потому что там ничего хорошего нет, хочу предупреждать. Но после этого уже начинать движение к совершенству. И тогда только ты гармонизируешься не только ты, но и гармонизируешься с внешним миром. Потому что познав себя, увидев себя, что не все там очень шикарно, я тогда и вас приму, и других приму. Я всех могу принять и любить. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, итак, я как всегда, вот Гвар может быть моей свидетельницей, что я исписал два листа. Все то, что она мне говорила. Итак, основной вывод сегодняшней программы, друзья. Для того, чтобы мы получили в себе эффективное управление менеджмент, эффективное управление людьми, руководители сами по себе должны осознать себя, пройти процесс самоосознания, принять себя и начать двигаться дальше. Задача высшего руководства, топ-менеджеров, владельцев компаний отдать этот посыл. В первую очередь, что мы заинтересованы в вашем развитии. Можно без конца увольнять людей, брать новых, увольнять, увольнять, увольнять. Вы окажетесь ни с чем. Это краткосрочный успех, потому что рынок позволяет вам сейчас эксплуатировать людей. Именно эта фраза, я хочу сказать. Но если вы настроены на долгосрочный успех, а единственное, что нельзя скопировать в компании, это корпоративную культуру. Нельзя скопировать отношения людей. Все остальное берется технологиями. Так вот, если вы сможете подать этот посыл к менеджерам, чтобы они старались развивать людей, себя в первую очередь, осознать, принять. Потом то же самое своими подчиненными. Вот когда эта цепочка простроится от вас, от первого лица до последнего сотрудника, ваша компания превратит колоссальный энергетический потенциал и колоссальное конкурентное преимущество, тем самым повысивая перспективность и, конечно же, вашу прибыль. Ради этого мы создавали компанию. Большое вам спасибо. Спасибо. Было очень приятно. И, уважаемые слушатели, мы с вами встретимся 1 марта. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова